В 1666 году директор Парижской обсерватории Жан-Доминик Кассини вел наблюдение за Венерой. В один из дней астроном прильнул к телескопу и не поверил своим глазам. За Венерой явно просматривалось освещенное Солнцем серповидное тело размером с Землю. Неизвестная планета несколько дней висела неподвижно, а потом спряталась за Солнцем. С появлением мощнейших телескопов количество загадок только увеличилось. Изучая соседние звездные системы, астрономы заметили, наиболее тяжелые большие планеты всегда расположены ближе к звезде. В Солнечной системе все наоборот. Гиганты Юпитер, Сатурн, Нептун и Плутон находятся на ее окраине, а маленькие Меркурий, Венера, Земля и Марс как будто бы специально приближены к Солнцу. 18 тысяч лет назад Солнечная система имела несколько иную конструкцию. И любой профессиональный астрофизик вам подтвердит, что то, как устроена Солнечная система сейчас, это ненормально. Такое может произойти только в том случае, если была осуществлена искусственная перестройка. Чтобы сделать такой вывод, Уваров проанализировал массу древних текстов и сопоставил их с современными представлениями об устройстве звездных систем. В поле астероидов не существовало. На этом месте было огромное космическое тело, летала планета Фаэтон. Марс тоже был ближе к Солнцу, как и Фаэтон, немножко ближе к Солнцу. И эти три планеты были заселены. И что для меня было и является крайне важным, как открытие, это то, что вот то самое влияние некой высоко развитой цивилизации, высочайшим образом подчеркиваю, цивилизации, которая передала в целостном виде знания землянам. Астрофизик Кирилл Бутусов привык доверять только формулам и законам. В 50-х годах вместе со знаменитым советским астрономом Козыревым он работал в Пулковской обсерватории. В это время на Венере обнаружен молекулярный азот, а в атмосфере Меркурия – водород. Открыт лунный вулканизм. Вскоре Бутусов обратил внимание – большинство новых открытий укладывается в известные математические формулы. Тогда от радиотелескопа он пересел за кальку и логарифмическую линейку. Я открыл, еще в 73-м году опубликовал закон дублетности. В чем смысл этого закона? Я обнаружил, что все крупные тела в Солнечной системе продублированы парами. Ученый сравнил размер, плотность, вес и другие важные параметры планет Солнечной системы. Удивительно, но все они четко поделились на две группы – группу Юпитера и группу Сатурна. В группе Юпитера – Юпитер, Нептун, Земля, Меркурий – они в 18 раз меньше друг друга. То есть это геометрическая прогрессия, и они связаны между собой. Другая группа – это группа Сатурна. Туда входит Сатурн, Уран, Венера, Марс. Там тоже связи, там тоже геометрическая прогрессия более сложного вида. По расчетам Бутусова получилось, что последним объектом Солнечной системы в группу Сатурна входит Солнце, ибо оно в 18 раз тяжелее этой планеты. Сатурн, Уран, Венера и Марс – это дети Солнца, образно говоря. Возникает вопрос, чем оканчивается ряд Юпитера? По той геометрической прогрессии, которую я обнаружил, должно быть тело в 18 раз по массе больше, чем Юпитера. Это в 6 тысяч раз больше, чем Земля. Тело такого размера может быть только звездой. Открытия последних лет подтвердили – большинство звезд на небе являются двойными. Значит, когда-то давно на нашем небе светило два Солнца. Упоминания об этом встречаются в мифах многих народов. В частности, в тибетских и индийских древних текстах упоминается Раджа Солнца, которое было ярче теперешнего и не сходило с небосклона. А потом внезапно исчезло. Сегодня мы знаем – звезды рождаются, живут и умирают. По расчетам Бутусова, Раджа Солнца полностью выгорела примерно 250 миллионов лет назад. Это гигантское тело по массе, по размерам небольшое. Это инфракрасная звезда, коричневый карлик. Но вокруг этого карлика могли еще остаться какие-то тела, спутники. Вот Юпитер, Нептун, Земля и Меркурий – это дети того Раджа Солнца. Они перешли к Солнцу уже, как к мачехе. Эта теория укладывается в законы, открытые Бутусовым. Две группы похожих друг на друга планет образовались возле двух разных звезд. Осталась еще одна загадка. Где сейчас находится гигантская масса, сравнимая с самим Солнцем? Ответ подсказал Сатурн. В миниатюре Сатурн со своими спутниками в точности повторяет Солнечную систему. Вот когда я сопоставлял систему Сатурна и систему Солнца, то в системе Сатурна имеется гигантский спутник Титан, который по массе в 20 раз больше суммарной массы всех остальных спутников Сатурна. Гигант. Титан по диаметру даже больше, чем Меркурий. И вот что интересно. Если взять проекции, вот тех, о которых я говорил, найти тело в Солнечной системе, которое будет подобно Титану, то это тело получается на расстоянии 1100 астрономических единиц от Солнца. То есть в 1100 раз дальше Земли. Использовав известные астрономические законы, ученому удалось рассчитать орбиту, по которой погасшая звезда продолжает движение вокруг нашего Солнца. Но если мы возьмем кратные звезды, то они движутся очень часто не по круговым орбитам, по эллиптическим орбитам, очень сильно вытянутым. И если то тело будет двигаться по такой вытянутой орбите, оно будет к нам подходить, потом уходить обратно. Значит, период обращения порядка 40 тысяч лет. Современные исследования геофизиков подтвердили, 40 тысяч лет назад на Земле действительно был сильнейший всплеск магнитного поля. Это говорит о воздействии некоего огромного железного тела. Последствия для нашей планеты были революционны. Обезьяноподобного неандертальца сменил современный карманьонец. Человек разумный. В следующий раз Раджа Солнца окажется в ближайшей к Земле точке в декабре 2012 года. Что произойдет во время этой встречи, пока не знает никто. 4 августа 2010 года Алла Герман и Татьяна Сырченко отправились в гости в небольшой поселок на берегу Чудского озера. Алла решила не ночевать в доме и установила свою палатку на открытой террасе. Утром с этого места открывался прекрасный вид на восход. А это было в ночь с 4 на 5 августа. Я проснулась от внутреннего мощного толчка. Проснулась и вдруг перед собой увидела гигантских размеров Луну. Передо мной был дуб, ему больше 100 лет дуб, такой приличный. На уровне 2 трети дуба гигантских размеров с той стороны от дуба просачивался этот круглый шар. Первая мысль, которая возникла, это удивление, поскольку я понимаю, что через несколько дней будет новолуние, такой Луны просто не может быть. Сомнений не было. За дубом на заброшенном колхозном поле происходит что-то аномальное. Алла вспомнила, что собиралась сфотографировать рассвет, и фотоаппарат положила рядом с собой. Я потянулась за фотоаппаратом, и в этот момент таким мягким толчком в область третьего глаза, вот в области лба, и я поняла, что я проваливаюсь. Очнувшись через 15 минут, Алла захотела рассмотреть происходящее получше. Выход из палатки должен был находиться на расстоянии вытянутой руки. Но освободившись от спальника, она вдруг обнаружила себя в длинном тоннеле. Палатка двухместная, это можно только просто скинуть, встать, открыть и выйти. Это буквально пару секунд. У меня было полное ощущение, что я добиралась до этого минут 15. Когда же Алла наконец нащупала молнию на выходе из палатки, она вновь ощутила знакомый толчок в области лба. А выйдя из забытья, обнаружила себя в застегнутом наглухо спальном мешке. Было полное ощущение, что спальник – это как будто нечто такое плотное, как каркас. И он меня держит. Не пошевельнуться, ничего. Единственное, что голова была абсолютно ясная, и я подумала, внутри звучала мысль – нельзя, значит нельзя. Единственное, что я тебе сказала, надо все запомнить и утром это все записать. Когда я уже уснула и четвертый раз проснулась, опять от толчка, то уже шара не было. Подруги решились исследовать колхозное поле. Увиденная картина просто потрясала. Все поле было затянуто паутиной, а окружавшие его деревья поменяли форму. Те деревья, которые у нас были круглые, мотались туда-сюда от ветра, вдруг у них, знаете, крона структурировалась, как пирамида. Посреди высохшего поля подруги заметили огромный круг примятой, но совершенно зеленой травы. Присмотревшись, увидели, что на этом месте идет какое-то строительство. Это так фантастическая такая картина, как будто на этом поле накладывается еще один такой кадр, как будто наложение кадров. И такие большие фермы, высокая-высокая, какой-то купол, такой полусфера сооружаются над этим полем. Леса устроены, передвигаются по ним небольшого роста белые же такие полупрозрачные фигуры. И большого роста фигуры они стоят буквально вот просто по краям этого поля, как наблюдатели что-то делают. И в это время Алла мне оттуда прокричала, ты видишь, что происходит на поле? Я говорю, вижу. Эти фотографии были сделаны непосредственно на месте посадки НЛО. Вглядитесь, на них действительно проступают полупрозрачные фигуры гуманоидов. Мы видели маленького роста и высокого роста. При этом я делилась с Татьяной Михайловной, и она говорит, я тоже это вижу. Когда можно было на поле прийти, никаких знаков не было. Когда нельзя было, то показывался жест, останавливающий. Вернувшись в Петербург, Алла поделилась своими наблюдениями в интернете. И получила сообщения от других пользователей сети. В эти же дни перед Новолунием большой белый светящийся шар наблюдали еще в двух районах Ленинградской области. Кем были эфемерные существа, ведущие стройку на Чудском озере? Ответ на этот вопрос Татьяна Сырченко получила неожиданно, когда вернулась домой. Я сижу в вагоне метро. Я увидела снова это поле, и снова вот эти фигуры большие, белые и маленькие. И тогда я просто взяла, сразу вытащила ручку, и я все ручкой записала. Сами фаэтонцы, вот они тоже выходят на связь, они говорят, мы цивилизация выживших. Не религиозная. Они сказали, что прагматика, вот это очень интересная штука, принятие мира, как он и есть. Уважение к прошлому, строительство будущего. Вот такая фраза. Мораль есть, отрицание насилия. Вот я все это пишу здесь рукой. Фаэтонцы сами себя называют цивилизацией выживших. Что же произошло с их планетой? Одна из гипотез гласит, что фаэтон некогда был еще одной планетой Солнечной системы. В 18 веке был открыт закон Тицу Сабаде. Ученые установили, что расстояние от Солнца до любой планеты можно вычислить по простой формуле. Это расстояние строго соответствует принципам золотого сечения. Лишь на пятой орбите вместо планеты находится пояс астероидов. Огромное количество глыб. Это уникальные кадры. 12 февраля 1947 года между Хабаровском и Владивостоком люди стали свидетелями метеоритного дождя. Гигантская глыба из космоса прорвала атмосферу Земли, разорвалась на части и рассыпалась на территории двух квадратных километров. В тайгу была направлена экспедиция Академии наук. Обнаруженные куски метеоритного железа оказались невероятно тяжелыми. Вот этот небольшой на вид метеорит весит 700 килограммов. Исследовав осколки, ученые пришли к выводу. Все они некогда были частью одного большого астероида. Пояс астероидов – это пояс, в котором много обломков, которые следуют по орбитам, которые меняются. Это предполагает возможность столкновения тел в поясе астероидов. Если произошло столкновение, то обломки могут приобретать орбиты, которые могут пересекать орбиту Земли. Михаил Александрович Назаров изучает метеориты уже больше трех десятков лет. В коллекции Российской Академии наук порядка полумиллиона метеоритов. Значительная часть находится в Московском институте геохимии. У каждого из них есть свое имя, история обнаружения и другая история – древняя, космическая и таинственная. Это метеорит Чинге по классификации, скажем, такое мудреное слово. Это атаксид – железный метеорит. Это находки в рассыпях, которые разрабатывались на золото на Алтае. Там вместе с рассыпным золотом стали попадаться куски металлического железа, которые позднее были определены как метеоритное железо. А местные старатели из него даже гвозди в свое время ковали. В середине 19 века сибирские купцы подобрали в тайге кусок оплавленного металла. Кузнецы выковали из него вот этот массивный клинок и подарили его Российской Академии наук. Тогда сомнений в космическом происхождении оружие не возникло. Академия наук утверждала, что этот клинок сделан из метеоритного железа. Но, по-видимому, это не так. Возможно, там некое присутствие, вообще говоря, метеоритного металла. Но метеоритный металл, он очень плохо куется. И, конечно, вот так вот для изделий такого типа метеоритный металл не пригоден. Современные технологии помогли сделать удивительные открытия. В образцах, возрастом более 4,5 миллиардов лет, ученые обнаружили органические вещества. Изотопный анализ метеоритов позволил заключить – в Солнечной системе таких веществ нет. В метеоритах совершенно точно присутствует внесолнечное, или, если это его так же называют, досолнечным веществом. Оно как раз связано с углистыми хондритами, поскольку углистые хондриты, совершенно очевидно, это наименее измененное вещество в Солнечной системе. Это зерна, алмазы, корунда, шпинели, которые обладают вообще совершенно сумасшедшими изотопными аномалиями, не характерными для вещества Солнечной системы. Вероятно, органическое вещество в метеоритах когда-то было частью какой-то иной неведомой жизни. Возможно, что сама жизнь попала на Землю из других далеких миров. Метеориты – главные разносчики жизни во Вселенной. Ученые называют это явление панспермией. В 1961 году в руки исследователей попал метеорит Аргель. Внутри этого метеорита были найдены остатки простейших микроорганизмов. И это позволило как раз предположить о том, что гипотеза о разрушенной планете Фаэтон, в общем-то, имеет право на существование. Могли ли 50 тысяч тел размером от одного до нескольких сот километров когда-то быть частью погибшей планеты? Большинство ученых считают, что нет. Если собрать вместе все астероиды, получится тело в три раза меньше Луны. Но во время катастрофы осколки могли вылететь за пределы Солнечной системы. В 1970 году наш отечественный астроном Фелик Зигель подошел к решению о массе Фаэтона несколько по-другому. Он решил учесть вообще возмущающее действие всего кольца астероидов на ближайшие планеты, на Марс и на Юпитер. И оказалось, шарик уже получается, предполагаемого Фаэтоном, достаточно больших размеров, то есть около 6900 километров. Это в два раза больше Луны. Такая планета вполне могла существовать. Многие астероиды, прежде всего Церера и Паллада, говорят о том, что у предполагаемого Фаэтона раньше, возможно, была и атмосфера. Дело в том, что за этими астероидами до сих пор тянется шлейф из очень разреженных атмосфер. За Церерой около тысячи километров, за Палладой около 4000 километров. Формы объектов в поясе астероидов поражают воображение. Круглые и большие напоминают карликовые планеты. Длинные и узкие очень похожи на искусственные космические станции. Однако до сих пор ученым не удалось найти в поясе астероидов ни одного тела, хотя бы отдаленно напоминающего ядро большой планеты. Исследователь из Петербурга Игорь Гусев предложил свою научную версию решения этого спора. Почему и официальная наука не признает факт того, что там была планета? Потому что у каждой планеты есть ядро. А так как среди астероидов, которые летают в гряде астероидов, ядра планеты нет, значит, соответственно, не было и планеты. Но! А почему мы не можем предположить, что это ядро улетело куда-то там на другую орбиту? Так вот, я и предполагаю, что ядро Фаэтона, столкнувшись с Марсом, улетело на орбиту Земли, была притянута гравитационными силами и летает теперь в качестве спутника. Это Луна. То есть Луна является бывшим ядром планеты Фаэтона. Древние греки называли живших до потопа людей проселенитами или долунниками. Сегодня этнологи насчитывают более 80 сказаний о древнем потопе. Помимо Библии, его описание содержится в легендах Древней Греции, Уэльса, Вавилонии, Палестины, Сирии, шумерских древних текстах. Во всех есть одна деталь. До всемирного потопа Луны на небе не было. То есть все сходится, что Бог тот, который отвечает за пять дней, за приливы и отливы, и Бог Луны, это и есть Бог Луны, это Луна. Это символит Бог, тот с собой символизировал появление Луны. И прибавление пяти дней в календаре. Было 360 дней, осталось 365 дней. Это произошло во время очередного парада планет. Пятый спутник Юпитера сошел с орбиты и столкнулся с Фаэтоном. От страшного удара планета раскололась. Верхний слой в виде многочисленных обломков остался на своей орбите и образовал пояс астероидов. Раскаленное ядро вылетело с орбиты и направилось к центру Солнечной системы. Первым на пути гигантского раскаленного шара встретился Марс. Зеленая планета с реками, океанами и обильной растительностью. Доктор геолого-минералогических наук Александр Бортнов на практике доказал – жизнь на Марсе была и зародилась она раньше, чем на Земле. Я считал, и получилось, что в Марс впиталось как бы 4000 триллионов тонн кислорода. Для сравнения можно сказать, что на Земле всего 1200 триллионов тонн кислорода. Вот сейчас. То есть это значит, что в течение сотен миллионов лет и миллиардов лет на Марсе была жизнь, которая поставляла кислород, и его атмосфера, видимо, сначала углекислотная, перешла в кислородную. Последние исследования американских марсианских аппаратов показали – красный цвет Марсу придает минерал под названием магемид. На Земле он есть только в Сибири, в гигантском метеоритном кратере. Это связано с падением гигантского попегайского астероида, которое создало эту громадную попегайскую астроблему диаметром в 100 километров или в 130 даже, по разным данным. Аналогичная ситуация произошла на Марсе. После столкновения с ядром Фаэтона огненная волна обошла всю планету. От сокрушительного удара Марс потерял атмосферу и магнитное поле, превратившись сверху в ржавую ледяную пустыню. Однако даже такая масштабная катастрофа не смогла полностью уничтожить следы высокоразвитой марсианской цивилизации. Получается так, что нас просто на Марс не пускают. Не пускают. Нечего вам, ребята, тут делать. И поэтому, значит, вот... Но фотографии эти, о которых я говорю, настолько убедительны, потрясающе точные, в деталях видно. Дома, дороги. Вот лишь некоторые из недавно рассекреченных НАСА фотографий Марса. На них хорошо видна разветвленная сеть трубопроводов. Следы гигантских сооружений. Возможно, марсиане были готовы к катастрофе. На космических ковчегах они переселились на соседнюю планету с водой и атмосферой. На Землю. Однако сделать это сразу не удалось. После столкновения с Марсом ядро Фаэтона повернуло к Земле. По ходу траектории полета этого ядра повстречалась следующая планета Земля. Мощнейший прилив, который поднял всю воду из-под земли, из подземных источников, она вышла на поверхность. То есть это еще по мере приближения ядра Фаэтона уже начались мощные приливные силы. Древние карты донесли до нашего времени, какой была планета до Всемирного потопа. В районе Северного полюса находился материк Гиберборея. Приход на орбиту громадного космического тела изменил карту Земли. Появились новые вулканы. На поверхность вырвались расплавленные недра. Поднялись тектонические плиты, и гигантские цунами смывали все на своем пути. Гиберборея перестала существовать. Но разглядеть части древнего материка сегодня можно на тектонической карте мира. Вот эта тектоническая плита, она практически идентична вот этой тектонической плите, которая заместила залив Северно-Ледовитого океана. Подтверждаю, что платформа приехала в Сибирь, озеро Байкал. Во-первых, значит, есть такой байкальский хребет, город называется, который, если вообще посмотреть на него с космоса, то мы увидим, что вот эта тектоническая плита как бульдозером навернула перед собой этот горный хребет. Ученые не могут объяснить, откуда в Байкале появились морские котики и эндемические виды рыб, которые не встречаются нигде, кроме Северного Ледовитого океана. Никаких водных путей между современным Байкалом и океаном не существует. Значит, когда-то они были единым целым. Переселенцы с Марса были вынуждены дожидаться окончания потопа и стабилизации орбиты Луны. Только после этого материки заняли свое нынешнее положение. А вода равномерно распределилась по планете. Славянская мифология начинается с таких слов, что прилетел сварок на землю матушку. Смотрит, нету земли матушки. Одно море и океан. То есть я так предполагаю, что сварок прилетел во время всемирного потопа, когда вся земля была залита водой. Присмотрелся, увидел, что в море и океане точка. Он присмотрелся еще лучше, а это У-точка. То есть уже сразу магия русского языка. Из точки получается У-точка. У-точка, да? Он спрашивает, У-точка, У-точка, где земля матушка? У-точка отвечает, там глубоко подо мной. И вот, значит, он говорит, можешь достать могу? У-точка три раза ныряет. Очертания птицы видны на снимках земли из космоса. Это Памир. Плато Тибет напоминает тело утки. Афганские горы голову с клювом. Именно с этого места вода стала уходить. То есть земля появилась из клюва уточки. Откуда в древних преданиях может сохраниться картина, которая видна только из космоса? В китайской мифологии существует предание о пролох, богоподобных существах, которые спустились с неба и помогли восстановить землю после всемирного потопа. Недаром китайская и тибетская цивилизации считаются самыми древними. Если верить мифам, они жили на нашей планете до потопа. А белые и черные люди появились только после катастрофы. Допустим, негры живут на Аляске из поколения в поколение. И они всегда негры. Они никогда не становятся северными белыми народами. Или, допустим, белые народы, люди, живут где-то на экваторе. Они никогда не становятся неграми. То есть это о чем говорит? Это говорит о том, что негры – это с другой планеты. А на планете Земля, я так осмелюсь предположить, что жили желтая раса с узкими глазами. Потому что, судя по астро-климатическим условиям на планете Земля, здесь было очень солнечно, и китайцы попадают в приполярную зону. Получается, что сварок прилетел с Марса. Потому что северные народы, я так, по цвету кожи сужу, чем дальше от Солнца, тем белее кожа. Великое инопланетное переселение связано с глобальной космической катастрофой. В результате Земля стала единственной населенной планетой. Это все осуществлялось теми, кто жил на Марсе и Плитоне. Это был ближний космос. И именно в силу того, что генетика их была во многом очень схожа с нашей генетикой, те технологии, духовные технологии развития, которые предлагались человеку и которые реализовывались на Земле, они были очень удобны, потому что их не надо было адаптировать для человека. Можно было просто брать и применять. Строители Солнечной системы никуда не ушли. Сделанные учеными расчеты показали, за Солнцем существует еще одна неоткрытая планета. Огромное космическое тело, судя по всему, заселенное, потому что находится в зоне идеальных условий для жизни, наших же условий, но о которой мы, современная наука, ничего не знает и ничего не говорит. В отличие от древних текстов, которые постоянно указывают на ее существование и говорят о том, что те боги, кто прилетал на Землю и кто давал знания, кто учил, передавал информацию о математике, о медицине, об астрономии, о строении Солнечной системы, о перспективах развития цивилизации, они приходили с этой планеты. Местоположение неизвестной планеты астрофизик Кирилл Бутусов вычислил при помощи законов небесной механики. По закону подобия, спутниковая система Сатурна должна в точности повторять Солнечную систему. На расстоянии, соответствующем расстоянию от Земли до Солнца, у Сатурна находятся два спутника. Их поведение до сих пор остается одной из главных загадок Солнечной системы. Эпиметий и Янус, они идут очень близко, так что расстояние между орбитами меньше, чем суммарный радиус этих тел. Они должны стукаться. Но происходит интересная картина. Тело, которое идет по внутренней орбите, оно идет быстрее, по внешней помедленнее идет. Вот это тело догоняет внешнее и не происходит удара. Происходит обмен орбитами. Тело, которое было на внешней, переходит на внутреннюю орбиту, а тело, которое было на внутренней, переходит на внешнюю. Значит, на орбите Земли тоже находятся два тела. Это подтвердили и математические расчеты Бутусова о том, что на орбите Земли существует еще какая-то скрытая масса. Единственное место, где может скрываться эта масса, это так называемая линейная либрационная точка, находящаяся за Солнцем на орбите Земли. Но эту точку мы не видим. Солнце скрывает от нас огромную область. 600 диаметров Земли скрывается за Солнцем. Или, можно говорить так, 10 диаметров лунных орбит скрывается. Камеры автоматических станций, отлетевших от Земли на более дальние расстояния, никто на орбиту Земли не нацеливал. Каждая из них имела свою, иную точку наблюдения. Да и расстояние это такое, что саму Землю разглядеть непросто. Нагляднее техники, теорию Бутусова подтверждает поведение планет Солнечной системы. В движении Венеры и Марса наблюдается такая интересная упорядоченность. Когда Венера начинает бежать быстрее, Марс отстает. Когда Венера начинает запаздывать по расписанию, Марс опережает свое движение. Почему они так связаны между собой? Это возможно только в том случае, если имеется какое-то тело в промежуточной орбите, между этими двумя орбитами, которое одновременно влияет на одно и на другое тело, и действительно будет вот такой эффект. Одно тело будет ускорять свое движение, другое будет замедлять. Промежуточная орбита – орбита Земли. Спрятавшуюся за Солнцем планету Глория, так ее назвали ученые, несколько раз наблюдали известнейшие астрономы прошлого. В 1666 году Жан-Доминик Кассини, директор Парижской обсерватории, видел в районе Венеры освещенный Солнцем серп неизвестной планеты. В 18 веке неизвестные небесные тела огромных размеров видели Шорт, Майер, Монтейн и Роткиер. В 1764 году Глория вновь стала симметрична Земле и больше из-за Солнца не показывалась. Зато участились случаи наблюдения странных комет. Мы знаем, что наблюдаются странные кометы, которые залетают за Солнце и из-за Солнца не вылетают. Куда они деваются? А траектория их не ведет к падению на Солнце. Комета Ролана-Аренда в 1956 году зашла за Солнце, вышла из-за Солнца, и на ней заработал радиопередатчик на волне порядка 30 метров. Потом заработал радиопередатчик на волне полметра, отделился от кометы и ушел за Солнце. Я подумал, что, может, этот посадочный модуль пошел на Глорию туда. Вот такой факт. В конце 20-х годов в разведывательном управлении Красной Армии появилось новое направление – радиоразведка. В подмосковном Серпухове была построена секретная радиостанция. Ее антенны предназначались для перехвата радиосигналов на дальних расстояниях в коротком диапазоне волн. 11 сентября 1928 года шифровальщики станции приняли и записали сигнал неизвестного источника. Расшифровку таинственного сигнала поручили инженеру и по совместительству сотруднику 4-го разведывательного управления Якову Файфушу. Файфуш считался суперпрофессиональным шифровальщиком, то есть шифровальщиком эстер-класса. У него необыкновенно была развита логика. Интуиция. Он тщательно изучал записанный текст, выявлял закономерности и, как правило, всегда находил ключ. Таким образом, советская разведка была в курсе переговоров иностранных спецслужб как между собой, так и со своими резидентами в СССР. С начала 30-х годов радиоразведки под руководством Якова Файфуша удалось записать еще несколько шифрованных сообщений из того же неизвестного источника. Теперь над поиском ключа работал целый разведывательный отдел. Ключ был найден. Но рассказать о содержании послания Файфуш решился только через несколько лет. В 1937 году он был арестован по обвинению в шпионаже. За несколько часов до расстрела огрызком карандаша на клочке бумаги он написал буквально следующее. 11 сентября 1928 года в СССР получен первый сигнал от внеземного разума. Сигнал транслировался космическим аппаратом, который прибыл с планеты Марс. Два листа с расшифровками посланий внеземного разума охранники обнаружили в камере и передали в органы НКВД. Записи сразу засекретили. В них утверждалось, жизнь в Солнечной системе зародилась на Марсе. Файфуш писал, контроль над нашей галактикой осуществляют две цивилизации. Одна из них уже давно имеет базы на нашей планете и защищает землян. Другая представляет для жителей Земли серьезную опасность. Этот документ вошел в историю как завещание Файфуша. Возможно, одна из цивилизаций находится за Солнцем на планете Глория. Если это так, то у наших соседей есть немало поводов для беспокойства. Положение планет относительно Солнца неустойчиво. К примеру, ядерные испытания вполне могут вывести их из равновесия. Даже небольшое изменение орбиты Земли грозит столкновением с Глорией. Вот почему во время ядерных испытаний в небе появлялись НЛО. Взрыв от столкновения с астероидом превысит мощность всего ядерного боезапаса Земли. Тогда столкновение нашей планеты с антиземлей станет неизбежным. Однако этого не произойдет. Цивилизация Глории создала целую сеть защитных сооружений. В Якутии местные жители называют их котлами. Вообще в переводе о лугуйдах переводится «котлы здесь есть». В этом месте еще по мифологии рассказывали о том, что там наблюдали вот эти металлические объекты, которые торчат под землей. Притом природа этих объектов неизвестна. Старожилы утверждают, в древние времена из котлов вылетали и устремлялись вверх яркие светящиеся шары. А через некоторое время в небе вспыхивала звезда. Сегодня можно предположить, таким образом на подлете к нашей планете уничтожались астероиды. Добираться до предполагаемого источника аномалии исследователям пришлось на вертолете. Еще в воздухе они заметили на земле странное образование. Насыпь щебня в виде пирамидальной формы. И, притом, с точными гранями, очень четкие грани у этих насыпей. То есть это не просто, вы знаете, вот как вот песок насыпан, а это вот четкие грани и прямо в виде пирамиды. Но самое удивительное началось ночью. Эти кадры сделаны при помощи инфракрасной камеры. Над таинственными пирамидами действительно появились светящиеся летающие объекты. Шары с апельсин где-то в размере, ну это вот если на глаз, да, определять. Вот из себя они представляют некое свечение оранжевое. При том, что самое интересное, у них поведение очень разумное. Они перестраиваются друг с другом, то есть как взаимодействуют. Подобные объекты люди наблюдали на Алтае, в Тибете, в Антарктиде и в других аномальных зонах. Что это? Оружие инопланетян? Или исследователи столкнулись с иной формой жизни? Мы предполагаем, что это и есть некая плазменная форма жизни, которая бытует там, которая с точки зрения официальной науки никак не трактуется. Но мы их фиксируем, эти плазмоиды. О существовании подземных баз представителей иного разума говорят секретные документы фашистской Германии. Были захвачены карты, которые изготавливались в концлагере Дахау. Стоял гриф совершенно секретно, только для командиров подводных лодок спецконвоя фюрера. И там были проложены маршруты, как входить во внутреннюю полость земли. С 1938 года подо льдами Антарктиды немцы обустраивали новую землю. Ее назвали Швабия. В операции было задействовано не менее 180 подводных лодок. Секретный приказ Гитлера предписывал отбирать и отправлять на освоение секретной базы специалистов без права возвращения на Большую Землю. Был организован вывоз туда и ученых немецких, особенно специалистов по расовым проблемам. Не только и по другим, в том числе и по летающим объектам на новых принципах. Все это было организовано, перевозили людей, перевозили материальные грузы. И вот был специальный отработан маршрут, как входить в эту внутреннюю полость земли, в районе земли Королева Мод. Изучив документы, советские контрразведчики сделали неожиданный вывод. Вход в подземный мир охраняется представителями иной высокоразвитой цивилизации. И три наших лодки в 45-м году в ноябре месяце по приказу Сталина пошли туда. И вот когда они стали маневрировать уже для захода в эту полость, они были атакованы. И Николай Герасимович Кузнецов, главнокомандующий военно-морскими, военно-морским флотом России, Советского Союза, он тогда доклад представлял наверх, как говорится, о том, что лодки были атакованы непонятными объектами, которые перемещались в воде с разной угловой скоростью и с линейной скоростью, превышающей возможности современных кораблей для передвижения на поверхности воды. То есть были атакованы, ну, естественно, противопоставить ничего не могли и вернулись в освоясь. В 47-м году попытку добраться до Швабии предпринял военно-морской флот Соединенных Штатов. Заметив НЛО, американцы не стали отступать и открыли огонь. В результате было потоплено несколько подводных лодок и кораблей сопровождения. Пролить свет на тайну подземного материка не смогли и многочисленные арктические станции, спешно построенные сверхдержавами на Ледовом континенте в 50-е годы. Доказательства существования под землей инопланетных баз поступали и позже. В начале 80-х выходящие из-под воды светящиеся объекты наблюдали с подводной лодки и сразу с двух кораблей сопровождения. Доклад об этом по спецсвязи был направлен лично министру обороны СССР Устинову. Штаб военно-морского флота СССР докладывает о том, что наблюдали в Индийском океане во время несения боевой службы выход из воды какого-то объекта цилиндрической формы размером, диаметром порядка 70 метров и так далее. Вот я не знал даже министру обороны, какую резолюцию предложить, кому не было у нас таких структур. В 80-х подобные сцены не раз наблюдали военные летчики, путешественники и даже космонавты. Все сведения сразу же закрывались грифом секретно и отправлялись в спецхрам. Правительство тщательно охраняли саму возможность заполучить в союзники представителей высшего разума. Вот поэтому берегут. Берегут, ну, кто-то с корыстными целями там. Может, в качестве оружия что-то использовать эти знания. Вот как немцы, как американцы используют. Да и мы, собственно говоря, кое-что использовали. По сведениям, полученным от тибетских монахов, катастрофы на Земле происходят каждые 14 400 лет. Подземный мир при этом остается невредимым. Именно в нем хранятся все генотипы предыдущих цивилизаций Земли. По расчетам Бутусова, между подземной цивилизацией Земли и находящейся за Солнцем Глорией существует прямая связь. Там может быть жизнь, и там может быть управление, которое ведет контроль за всей Солнечной системой. И между Глорией и вот этими телами, которые у Раджи Солнца находятся, поддерживается связь. Вот эти кометы, о которых я говорил, которые себя очень странно ведут, они могут быть являясь космическими кораблями, которые летают туда-сюда. Бутусов вычислил, Раджа Солнца выгорела не менее 250 миллионов лет назад. Следовательно, цивилизация планеты Глория минимум на 250 миллионов лет старше земной. Если на такой огромный срок цивилизация обгоняет другую цивилизацию, можно считать, что эта цивилизация – боги. Они для нас боги. То есть они контролируют положение в Солнечной системе, они определяют все, а мы уже как бы дети. В декабре 2012 года Раджа Солнца выйдет на новый виток 40-тысячелетнего цикла. Выгревшая звезда подойдет на ближайшее за это время расстояние к Солнцу. Это предположение хорошо объясняет предсказанный учеными период магнитных бурь и небывалой солнечной активности. Остается надеяться, что представители высокоразвитой цивилизации не выпустят процесс из-под контроля, и орбиты наших планет не изменятся. А значит, эволюционный скачок не будет связан с очередной глобальной катастрофой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова